Дамы и господа, дорогие друзья, как и говорилось выше, прямо сегодня, сейчас, на сцене Moscow Dive Show 2024. Смотр главных подводных достижений. Это мировые рекорды, уникальные подводные артефакты, инновационные решения, а также экстремальные экспедиции и вклад в развитие подводной деятельности. Мы прямо сейчас приступаем к награждению главных героев и также впечатляющих событий за 2023 год на этой сцене. Итак, дамы и господа, в номинации «Искать и находить» на сцену приглашается разведывательно-водолазная команда «Подводные находки». Давайте поприветствуем, дорогие друзья, эти выдающиеся люди снова выйдут на сцену Moscow Dive Show прямо сейчас. Давайте поприветствуем. Ну что ж, до этого также, если вы помните, в том году мы узнали много нового, и прямо сейчас я также хочу поблагодарить всех, кто с нами. Так, прошу, Константин, разрешите под все общие аплодисменты сразу же вручить вам нашу статуэтку. И, конечно же, дорогие друзья, я готов передать слово нашим героям. Ребята, я предлагаю чуть-чуть переместиться вот сюда ко мне, чтобы быть в центре, чтобы вы стояли напротив ступеней для ориентира. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо всем, кто пришел. И вот, да, ролик пошел. Я хотел в первую очередь поблагодарить организаторов этого замечательного шоу, этой номинации за то, что мы уже не первый раз стоим на этой сцене и получаем вот этот почетный приз. Это говорит о том, что в этом сезоне нам опять удалось сделать что-то, ну, наверное, полезное, значимое, заметное. И в предыдущие годы мы здесь рассказывали о том, как была найдена подводная лодка, как был найден какой-то погибший или пропавший без вести в годы войны советский корабль и вдруг немецкая плавбатарея. И многие могут спросить, почему немецкий корабль сегодня представлен на конкурсе Героя Глубины как очередное достижение разведывательной водолазной команды, которая, как известно, уже больше 15 лет занимается увековечением памяти советских кораблей, советских моряков, советских подводников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Мы тоже задавали себе этот вопрос, но ответ очень простой, потому что нельзя все время рассказывать только о потерях. Война – это не только потери, это не только жертвы, но это героизм и это слава советского оружия. И вот как пример, яркий пример, может быть даже в чем-то уникальный пример победы, вот славы и победы советского оружия, советской гидроавиации сегодня и представлена вот эта плавбатарея. Дело в том, что гибель, вернее, потопление этой плавбатареи Вест стало единственной крупной победой советской гидроавиации. Правильно говорю. И это само по себе значимо, но еще история вот этой победы примечательна тем, что летчики, вот тот экипаж, три человека, морского бомбардировщика, они так и не узнали, что они совершили. И поэтому, собственно, наше достижение, наверное, не только в том, что мы показали, как воевали и как побеждали наши летчики, но и мы спустя 80 лет рассказали их родственникам о том, что они совершили. Дело в том, что они в донесении указали просто, что они, скорее всего, повредили какой-то транспорт, а на самом деле они потопили одной бомбой тяжелую немецкую плавбатарею. И этот подвиг был им не засчитан. И вот спустя 80 лет мы, может быть, вот таким образом возвращаем историческую справедливость в наши дни и их родственникам. Спасибо большое, я так понимаю, время у меня уже закончилось. Дамы и господа, аплодисменты. Извините, я хочу представить команду, которая здесь. Алексей Иванов, Мария Иванова, Евгений Загадский, Мурат Курбанов и самый главный наш историк и, собственно, человек, который рассказал по архивам историю немецкой плавбатареи, Михаил Иванов. Ну и я, Константин Богданов. Спасибо. Спасибо огромное, Константин. Ребят, мы сделали уже красивую фотографию? У вас фотографировали? Нет, ждали команды. Так, если у нас кто-то из корреспондентов фотографирует, пожалуйста, наши герои готовы. Вот так вот, вижу, вижу. Да, отлично. Спасибо огромное. И да, дамы и господа, прямо сейчас, Константин, еще раз благодарим, аплодисменты вам. Друзья, я приглашаю следующих героев именно сейчас на эту сцену. Будьте добры, пожалуйста, давайте поддержим аплодисментами. И в этой номинации в разделе подводная охота побеждает Вячеслав Мелехов. Давайте поддержим аплодисментом Вячеслава за расширение географии путешествий подводных охотников. Больше, больше о вас и, пожалуйста, и формирование нового формата охота под парусами в Турции. В номинации «Путь подвоха» будет награжден фридайвер, яхтенный капитан, организатор яхтенных туров для подводных охотников. В Средиземном море и, само собой, подводный охотник Вячеслав Мелехов. Собственно, персоной, дорогие друзья. Друзья, Вячеслав, конечно же, расскажет со сцены «Московодайв-шоу» о буднях подводного охотника во время яхтенного тура в своем глубоководном улове. А также, дорогие друзья, о том, в каких странах доводилось охотиться и где понравилось больше всего. Итак, Вячеслав, будьте добры, пожалуйста, ваша статуэтка. Давайте поприветствуем. Ну и микрофон. Наш классический хронометраж в несколько минут. Спасибо. Друзья, коллеги. Все мы родом из детства. И также и я в свое время читал книги о морских приключениях. Мечтал, что когда-нибудь выйду в море под парусом, как настоящий пират навстречу своим приключениям. Моя мечта сбылась. И теперь я капитан, инструктор по подводной охоте, фридайвингу, дайвингу. На яхте в море я провожу 4-5 недель минимум каждый год. И каждый год это самые яркие впечатления, которые заставляют меня двигаться дальше, вновь и вновь отправляясь в морские просторы. Спасибо вам за это награждение, за эту статуэтку прекрасную подводного Оскара, можно так сказать. Я рад здесь быть сегодня с вами. И рад открывать этот мир яхтинга и подводный мир во всем его красоте, великолепии вам. Занимаясь этим уже 25 лет, открываю эти двери в подводный мир, ныряю, учу людей, учу ходить под парусом на яхте, почувствовать эту морскую романтику. Эти брызги, летящие в лицо солнца, которое светит вам, садясь за горизонтом, когда ты подходишь к очередной бухте, уютной марине. Жду вас в этих путешествиях, приключениях, присоединяйтесь, буду очень рад. Информацию вы можете найти на сайте выставки обо мне и тех турах, которые я делаю. Спасибо, до новых встреч, берегите себя. Спасибо. Вячеслав Мелихов, путь подвоха, подводный охотник. Спасибо, Руслан. Спасибо большое, спасибо, друзья. Друзья, так, дамы и господа, прямо сейчас наш следующий герой. Давайте соберемся с терпением. Сейчас я его приглашу. Итак, внимание. Наша номинация «Двигатель прогресса и инновации». Итак, внимание, дорогие друзья. Я полностью до мельчайших запчастей. Отечественный регулятор «Стрибок Р-21», запущенный в 2023 году в серийное производство. Несомненно, достоин быть представленным в номинации «Двигатель прогресса». И мы приглашаем получить награду на сцене «Москва Дайв Шоу-2024» генерального директора ООО «СДС» Юрия Винникова. Под ваши аплодисменты. Под руководством Юрия все это и произошло. Юрий, поздравляю вас, гордимся. Здравствуйте, дорогие гости «Дайв Шоу». Меня зовут Винников Юрий. Я генеральный директор ООО «СДС». Наша компания с 2021 года занимается разработкой отечественного снаряжения. И мы делаем различные вещи от гидрокостюмов до клапанов для сухих гидрокостюмов. Делаем аппараты дыхательные. И главным нашим изделием считаем регулятор. В 2021 году мы начали этот проект. Было запущено несколько тестовых образцов. Была опытная эксплуатация подо льдом. Мы отдавали нашим профессионалам-дайверам и водолазам на тесты, на получение критики, замечаний. И в 2023 году, пройдя там тяжелейший путь, наконец-то смогли запустить серию регулятор, который отвечает всем требованиям. Мы получили стандартам ЕН, ГОСТа. Мы получили сертификат морского регистра. Регулятор полностью безопасный. Производится в Подмосковье на предприятии ООПТС. ООПТС – это современный завод, который оснащен станковым парком современным, мощной научной базой, профессиональными сотрудниками. Соответственно, наше изделие производится полным циклом от орингов, заканчивая металлообработкой корпусами. При этом пресс-формы, пластик – все это отечественное. Благодаря этому мы очень рассчитываем на то, что российские дайверы смогут погружаться в наших российских условиях с российским оборудованием. При этом доступность запчастей, доступность обратной связи с производителем – это очень удобно. И мы надеемся, что все примут нас на рынке, примут нас в дайвинге и будут пользоваться снаряжением. По обзорам, несколько статей вышло в профильных журналах. Многие наши друзья, коллеги уже успели совершить погружение и написать свои отзывы. Отмечают погружение сейчас. Слышим их крики, да. В принципе, мы готовы к сотрудничеству со всеми. Если нужна какая-то техническая информация или еще что-то, ждем всех на стенде, сайт. Юрий, скажите номер стенда, пожалуйста. Что? Номер стенда скажите всем. Номер стенда A1-3. На водолазной линии. Да-да-да. ООО СДС. Юрий, благодарим вас. Огромное спасибо. Еще раз поздравляем с победой. Двигатель прогресса Юрий Винников. Первый полностью отечественный регулятор стрибок R21. Обязательно познакомьтесь, кто не успел. Спасибо. Прости. Так, дорогие друзья, мы продолжаем далее. У нас следующий результат, следующий победитель. В номинации «Ледяное сердце. Погружение в холодной воде». Итак, дорогие друзья, глава агентства развития Норильска, Максим Миронов, председатель Норильского отделения русского географического сообщества и начинающий фридайвер. Максим Миронов, приглашается на сцену. Поздравляем, конечно же, дорогие друзья. Особенно приятно, что Максим является и амбассадором фридайвинга Красноярского края. Пожалуйста, давайте поддержим. Красноярского края, идейный вдохновитель совместно с Федерацией фридайвинга и компанией Нориль Никель и Capital Grove проекта «Глубина Путорана-2023». Спасибо огромное. Разрешите вручить вам вот эту чудесную статуэтку. Спасибо огромное. И, конечно же, ответное слово. Спасибо. Я очень рад тому, что Норильск и в целом Таймыр сейчас в очень такой активной повестке развития водных видов спорта. Хотя, казалось бы, где Норильск, где водные виды спорта. Мы находимся на крайнем севере. У нас 9 месяцев зима. По сути, лед с озер сходит только в начале июля. Занимались бы и продолжались заниматься своими лыжами и снегоходами. Но мы любим воду, мы любим плавать, погружаться. Поэтому вот сейчас идет за моей спиной как раз видеоряд о очень впечатляющем по своим эмоциям, по красоте. И в то же время очень сложный в организационном плане фестиваль фридайвинга «Глубина Путорана», который мы сделали в прошлом году с Федерацией фридайвинга. Вы знаете, впервые в истории этого места человек на задержке дыхания погрузился на глубины 100 метров. И, по сути, мы погрузились в историю очень древнего озера, озера Лама. И до этого никто раньше на этой территории этого не делал. Но самое важное, что в этом мероприятии нашли время и смогли принять участие очень известные наши чемпионы страны, спортсмены, фридайверы, которые своим мастерством и энергией нас еще больше вдохновили на то, чтобы мы развивали на севере этот классный вид спорта фридайвинг. Ведь еще год назад в Норильске о фридайвинге практически никто не знал, но на сегодняшний день у нас уже больше 30 сертифицированных участников, спортсменов. Люди об этом начинают говорить в городе, обмениваются мнениями. И сейчас очень большой спрос на то, чтобы вновь-вновь учиться. Мы продолжим это делать. Еще коротко об одном проекте. Это проект X-Waters. С 2021 года мы развиваем спорт еще и плавание в холодной открытой воде. Мы провели два чемпионата на озере Лама. А в прошлом году отважились и переплыли уже наш полярный Енисей. Дистанция была 3 километра в холодной воде. И сейчас мы продолжаем развивать. У нас большая таймырская команда, которая по стране занимает первые места в холодовом плавании. И в этом году чемпионат будет проходить также на реке Енисей с дистанцией уже 5 километров. В конце ролика будет QR-код. Можно будет зарегистрироваться. Мы вас ждем в гости, чтобы вы поучаствовали в этом экстремальном, очень крутом заплыве. Ну и в завершении номинация называется «Ледяное сердце». Но наши сердца горячи. И для нас важно объединять людей, ценить тех, кто находится рядом с тобой. И это награда, по сути, наша общая заслуга. Спасибо большое. Дамы и господа, большое спасибо. Еще раз поздравляем. Максим Миронов, глава агентства развития Норильска, а также председатель Норильского отделения русского географического сообщества. Спасибо большое. Спасибо. Итак, дорогие друзья, а мы продолжаем далее. Прямо сейчас еще одна предыстория. Номинация «Глубина высоты и высокогорные рекорды». В августе 2023 года дайвмастер НДЛ, президент ККО, АЦПИ и другое измерение, в составе группы инструкторов Национальной дайв-лиги поднялась на высоту 3380 метров над уровнем моря и погрузилась в самое высокогорное из официально зарегистрированных озера. Это при Эльбрусия, мистическая северная бирджалы, или как его называют, мертвый глаз джина. И после предоставления всех свидетельств рекорд в категории «Самое высокогорное женское погружение в стиле соло» стал официальным. А это прекрасная девушка, рекордсменка мира, и это Елена Кашина. Давайте пригласим Елену к нам. Елена, поздравляем вас. Елена Кашина. Высокогорные рекорды, глубина высоты. Идемте к нам поближе, Елена, не стесняйтесь. Так, дорогие друзья, давайте поддержим и Елену, и нашу чудесную группу поддержки. Прошу. Здравствуйте. Вас приветствует Дайн Куб Тургоизмерения и Гомельский Дайн Центр. Мое имя Юрий Кашин. 13 августа 2023 года мы с Константином организовали уникальную экспедицию на грани возможного 2023. Генеральным спонсором нашей экспедиции выступил Инбанк. Благодарим за поддержку компанию «Аква-Дискавери» за предоставленный нам костюм. Благодарим Краснодарское, Мостовское отделение Русского географического общества за поддержку. И, конечно же, наша любимая национальная «Дайфлига» НДЛ. Ныряйте с нами. Передаю слово Елене, моей любимой сопруге. Здравствуйте. Мое имя Елена Кашина. Я приняла участие в экспедиции на грани возможного 2023. В мои цели и задачи входило установление мирового рекорда как самое высокогорное погружение женщины в мире в стиле соло, а также помощь в исследованиях. Участники нашей экспедиции прибыли в базовый лагерь Джилусу на высоту 2300 метров от уровня моря с разных регионов страны. 14 августа в 6 часов утра наша группа с тяжелым грузом выдвинулась в сторону Эльбруса на озеро Берджалы. Параллельно с нами вышли лошади с дайверским оборудованием. Нашей группе предстояло преодолеть 8 километров крутых горных подъемов, но наша опытная команда преодолела его за 6,5 часов. После восхождения к озеру Берджалы мы сделали привал на 40 минут и разбили базовый лагерь. На высоте примерно 3500 метров от уровня моря ночи бывают непредсказуемыми, так как ветра на такой высоте разгоняются до 50 метров в секунду. Наши палатки мы на одну треть обложили камнями. Ночь прошла относительно спокойно, но недостаток кислорода уже давало себе знать. Сон у нас был неглубоким. По предварительному плану подъем был намечен на 4 утра. Утром мы быстро позавтракали и занялись организацией погружения. В озеро Берджалы мне довелось погружаться первой. Озеро находится на высоте 3380 метров от уровня моря и является самым высокогорным в России, которое официально внесено как озеро. Здешние холмы и равнины часто называют пеклом. Сера наиболее распространенный элемент в окрестностях ледового озера, поэтому ее запах доносится отовсюду. Сернистые пары являются доказательством того, что Берджалы – это затопленный кратер вулкана. Вода в озере сильно горчит, что также является доказательством того, что это воронка или разлом. Вокруг виднеются застывшие вулканические выбросы. Рядом с озером хорошо видно шапку величественного Эльбруса, а также знаменитый Пиккалицкого. Берджалы переводится как «мертвый глаз джина». Название жутковатое, но озеро действительно напоминает мистическое око древней рептилии или чего-то подобного. Недалеко от озера, в центре ледника, возвышается скала, которая известна своими необъяснимыми мистическими особенностями. Над уровнем ледника Пиккалицкого всего на 200 метров, но глядя на пирамидальную гору со стороны, возникает чувство, что она однажды всплыла на поверхность ледового озера и осталось его охранять. Вершина скалы, как считают исследователи, выполняет функцию ретранслятора. Кавказ – не исключение вход в Шамбалу, где живут великие наставники человечества, суперлюди, обладающие всеми знаниями мира, и именно там вершится судьба всего человечества. Само погружение проходило нелегко, но, несмотря на высокогорье и холодную мутную воду, мне удалось поставить мировой рекорд в одиночном погружении. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена, за интересный рассказ. Меня зовут Константин Азотов. Следующими ныряли в это озеро мы с Юрием. В наши цели задачи входило изучение подводной части озера на предмет останков Великой Отечественной войны, поиск обитателей подводной части озера, установка, установление экологической оценки озера и установление мирового рекорда в парном погружении в научно-исследовательских целях. Значит, в итоге озеро оказалось глубиной 9 метров, видимость около метра, температура на поверхности 17 градусов, у дна 4 градуса. Когда я нырнул уже до дна и потрогал рукой дно, мне показалось, что это как будто бетонная стяжка. Так ровно застыла лава этого озера, а я напоминаю, что это озеро – это застывший кратер вулкана. Значит, мы ныряли с камеры, и Юрий в камеру смог рассмотреть жителя этого подводного озера. Им оказался жебронок обыкновенный, это такое ракообразное. Как он там жил, непонятно, потому что озеро имеет очень большой привкус серы. Значит, у нас еще были задачи по поиску артефактов, но оказалось, что порода озера имеет в своем составе очень много металла. Поэтому наш металлоискатель постоянно звонил, и мы затею найти что-то на дне, завершили. Значит, мы установили мировой рекорд, с Юрием вылезли на берег, и у нас еще была задача посетить пик Калицкого, как место сил России и земли. Но рассказы про этот пик нашего провожатого инструктора, который нас вел, о том, что там судьбы людей как-то меняются не в лучшую сторону, мы как-то решили туда не ходить, судьбу не испытывать. Значит, обратно мы прошли три часа до нашего базового лагеря, попали под дождь. В принципе, уже непосредственно, когда мы пришли в наш базовый лагерь, мы дали интервью телеканалам ОТР 24 Кабардино-Балкария и МИР 24 Кабардино-Балкария. В принципе, на этом наша экспедиция закончилась. Я хочу поблагодарить журнал «Нептун», хочу поблагодарить журнал «Предельная глубина». Ирина, спасибо большое. Галина Серова, спасибо большое. Всегда чувствовал, что вы рядом, да, и понимал, что нас ждут на большой земле. Да, НДЛ, ныряйте с нами, ходите в горы тоже, Инбанк, спасибо, Катя. Да, без вас не случилась бы наша экспедиция. Все, русское географическое общество, спасибо за внимание. Спасибо огромное, господа. Если можно, фото на память всем вместе. Будьте добры, пожалуйста. Давайте еще раз поблагодарим Елену Кашину и всю команду в номинации «Глубина высоты, высокогорные рекорды». Наша следующая номинация – это «Предельная глубина сложности, экстремально сложные погружения». Итак, дорогие друзья, наш следующий герой – это профессиональный водолаз седьмого разряда, генеральный директор ООО подводно-инженерное решение команды «Видинжо». Начальник водолазной службы «Арктик-флот» и коммерческий водолаз Российской Федерации за плечами этого героя. Множество проектов, задач, выполненных в непростых условиях, среди которых огромное количество историй и фактов, дорогие друзья. Надо сказать, что этот человек награжден государственными наградами от министра МЧС, от министра МОРФ за успешное выполнение некоторых работ, а за грамотами и благодарственными письмами, дорогие друзья, соответствующих структур также. В свою очередь мы хотим вручить нашему герою награду за многолетнее преодоление трудностей и безупречное выполнение задач в непростых подводных условиях. Итак, победитель в номинации «Предельная глубина сложности» и «Экстремально сложное погружение» Ефим Видинжо. Давайте поприветствуем Ефима. Ефим со своей командой. Это особенно приятно. Проходите сюда, ребята. Спасибо большое. Спасибо. Ефим, как часто в костюме, в галстуке? Не так часто, как хотелось бы, но привыкаем потихоньку. Благодарю всех зрителей, что сегодня здесь. Благодарю организаторов. Ирина, Галина, очень приятно, если бы не вы. В общем, никто бы никогда. Давайте с чего начнем. Начинал я в 2002 году 8 лет трехболтовки. Ничего выдающегося, как и все остальные. Потом судьба меня свела с выдающимся водолазным специалистом всей России Виктором Михайловичем Рассием. Ну и все. А там все закрутилось, завертелось. И одна работа за другой. Потом пошли дети. А дальше я уже не мог остановиться, потому что мои дети должны точно знать, чем занимается их отец. На чем сейчас остановились? Выполняем одни из самых ответственных с помощью российских материалов работы на плаву, по ремонту гидротехнических сооружений, железобетонных конструкций, плавсредств и специализируемся на подводной сварке. Всю жизнь Виктор Михайлович тащил эту тему. Теперь тащим мы вместе. Ну, мы, как он говорит, и я ее подтверждаю, Россия не медвежий угол. Пускай иностранные коллеги едут сюда, учатся. Мы чем сможем, поможем. А что нужно, не расскажем. В принципе, что еще из интересного? Сейчас идет строительство уникальных конструкций или железобетона в Мурманской области. Это центр судостроения крупнотоннажных морских сооружений. Мы там присутствуем, ведем техническое сопровождение подводно-технических работ, полностью под ключ. Поэтому с нами проектные организации. Мы все технологии, материалы и специалистов проходим через АДА в круг сертификаций и вовлечения в работу. Успешно проходим. Новотек и группа компаний успешно сдает эти работы. Но скоро будет газ. Россия опять получит свои углеводородные резервы. Будем развиваться. Пока мы здесь, пока Виктор Михайлович с нами, я думаю, что все будет четко у нас. Россия вперед! Мы здесь! Ребят, спасибо большое! Спасибо огромное, Ефим! Спасибо! Ну и фото на память! Отлично! Благодарим! Спасибо, микрофон! Да! Так, отдельные аплодисменты нашим прекрасным дамам. Итак, дорогие друзья, ну что ж, у нас продолжается наша история. Кстати, пользуясь служебным положением, хочу отметить, что раз уж мы заговорили о водолазах, сегодня празднует свой день рождения замечательный человек, который в этом году не оказался здесь, но мы его все знаем, это Сергей Анатольевич Кравцов и пользуясь возможностью, я предлагаю прямо сейчас все вместе поздравить Сергея Анатольевича с днем рождения, передать привет в Питер. Давайте, давайте, пошумеем! Сергей Анатольевич, с днем рождения! Вся выставка водного человека поздравляет тебя с таким прекрасным праздником! Ну что ж, друзья, а мы переходим к дальнейшей части нашего награждения, и прямо сейчас я хочу объявить о еще одном чудесном рекорде и, конечно же, обозначить номинацию. Дамы и господа, особенно важная тема для нас, для всех, и мы гордимся тем, что сегодня здесь, сейчас мы отмечаем это и поздравляем своих героев. Глубина без границ, инклюзивный спорт, дорогие друзья, мы хотим посвятить и подарить эту номинацию, посвященную инклюзивному подводному спорту. Как вы понимаете, дорогие друзья, первый в России технический дайвер с параплегией нижних конечностей, первый дайвер с параплегией, прошедший всемирную известную арку Blue Hole в Египте, первый в России дайвер с параплегией, окончивший курс подледного дайвинга Ice Diver, и впоследствии погрузившийся под лед озеро Байкал, дайвер с параплегией, успешно освоивший сухой гидрокостюм, дайвер-спасатель, Side Mount Diver, консультант, наставник по социально-бытовой адаптации и эксперт по недоступной среде, наш герой Григорий Галеев. Поприветствуем, Григория! Давайте, давайте, друзья, поддержим. Ну что ж, Григорий, одному только вам известно, чего стоит. Да-да, конечно, да-да-да, давайте, фото. А, давайте, давайте, так и сделаем, просто мы хотим вас сфотографировать. Будьте добры, пожалуйста, да. Фото, фото нашего победителя. Еще раз. Григорий Галеев. Глубина без границ, инклюзивный спорт. Григорий. Всем привет. Я сразу начну. У меня мало времени рассказать, но нам нужно очень много. Мой путь в дайвинге начался еще в далеком 2004 году, до травмы, когда я жил в Якутии. Тогда в старшей школе я получил сертификат одной звезды по КМАСу, а после окончания школы я переехал в другой регион и следующие 13 лет не занимался дайвингу вообще. К сожалению, у меня не осталось ни видео, ни фото с тех времен. И, собственно, вернулся в дайвинг я летом 2018 года, уже после травмы позвоночника, когда вынужден был передвигаться в инвалидном кресле. Тогда в Крыму командой Open Water Challenge был организован проект, суть которого заключалась в обучении дайвингу восьми инвалидов-колясочников, среди которых как раз был я. Принять участие в этом проекте меня побудил личный интерес. Получится ли у меня заняться дайвингом снова и будет это как раньше или как-то по-другому? На мое удивление, все было так же, как и раньше. Отсутствие активных движений в нижних конечностях никак не изменило мой дайвинг. И даже наоборот, я получил приятный бонус. Свобода от коляски в воде и возможность перемещаться, куда я только захочу. На этом проекте мне удалось подтвердить свои навыки и получить сертификат КМАЗ-2 звезды. По окончанию проекта я получил приглашение от своего сертифицирующего инструктора Вероники Ивановой принять участие в сафари. И я, конечно, согласился. Вообще сафари для меня получилось достаточно тяжелым, но оттого не менее интересным. Судно не было приспособлено для нахождения на нем инвалида-колясочника, но тем не менее я справился и получил незабываемый опыт и желание заниматься дайвингом дальше. По возвращению с сафари я продолжил свое обучение и передо мной были курсы дип и рэскю. Если с курсом дип проблем особо не возникло, то рэскю мне дался очень непросто. Дело в том, что навыки, необходимые для успешного завершения данного курса, давались мне очень тяжело. Но благодаря профессионализму моего инструктора Игоря Павловича Горопаева я все-таки смог самостоятельно выполнить финальное упражнение. Видео не запустится, да? Видео не запустится у нас? Нет, не запустится. В общем, ладно. Там было видео, как раз финальная часть выполнения данного упражнения, но, видимо, сегодня без видео. Дело в том, что почему вообще я стремился так сильно пройти этот курс, несмотря на то, что у меня не получалось. Во время прохождения курса дип на одном из погружений я познакомился с двумя техническими дайверами. И у них возникла идея прохождения мною арки в дохабе. Обсудив чуть позже возможность моей подготовки, обучения, мне как раз и понадобилось заполнить сначала курсы рэскю. Дальше был технический дайвинг. Это был определенно самый сложный этап в дайвинге для меня, но благодаря предыдущему курсу я уже понимал, что для меня нет ничего невозможного в дайвинге. Мне нужно просто искать свой способ выполнения поставленных задач и укладываться при этом в существующий регламент. Тут сейчас должны быть тоже кадры с фильма, но с видео какие-то проблемы. По итогу погружения в арку мы сняли небольшой полнометражный фильм. И он есть на YouTube-канале у меня. Он так называется «Мой путь в арку». Можете его посмотреть там. И вот наша команда. Таким составом мы совершали данное погружение. Мой технический инструктор Николай Прозеба и два технических дайвера моих друга Александр Кишишьян и Андрей Ткаченко. После небольшого отдыха я принял участие еще в одном сафари, но на этот раз уже на лодке с удобствами для людей с инвалидностью. У нас там, кстати, таких было 10 человек, 6 из которых передвигаются на коляске. Про этот сафари также есть материалы на YouTube. И организатором данного сафари был мой друг Дмитрий Павленко, а также организатор проекта Open Water Challenge Дмитрий Князев. Средственно сафари Дима Павленко выиграл в телепередаче «Миллион на мечту». На фотографии Дима сидит рядом со мной. По возвращению я приступил к освоению сухого костюма. Очевидно, что костюм нужно было изготавливать под меня индивидуально, с модификациями под мои особенности. И после завершения всех стадий изготовки я приступил к обучению. Сначала в бассейне, а потом на открытой воде. Вот, кстати, на фотографии справа вы можете увидеть на моем лице весь спектр эмоций от использования сухого костюма с 400-й поддевой в очень теплом бассейне. Стоит ли вам говорить, что я закончил этот курс успешно? И так получилось, что как раз после освоения сухого костюма мой друг и незрячий дайвер Иван Ерхов предложил мне сняться в его новом фильме, где рассказывается история троих дайверов с инвалидностью. В процессе съемок на одном очень холодном озере я поставил себе цель вернуться и совершить там подледное погружение. Сухой-то костюм я уже освоил, но для этого мне нужно было закончить еще один курс. Фильм, кстати, вы можете найти прямо на кинопоиске. Там такая же картинка и название. Глубина со смыслом. Для освоения курса подледного дайвинга я связался с человеком, чья фамилия больше всего располагает к организации погружения в условиях низких температур. Это Георгий Морозов. Мы незамедлительно с ним приступили к обучению. На дайвбазе пятый элемент Щелкова. И через некоторое время я успешно закончил данный курс. Но для Байкала было еще пока рановато. Им надо было набираться опыта. Чем я и занимался в последующем. И тренировался, набирался опыта там же, на дайвбазе пятый элемент Щелкова. Уже вместе с Алексеем Степаненко и его командой. За что им огромное спасибо. Также меня поддерживали моя супруга и сын Александр. Им тоже огромное спасибо за это. Ну и наконец был Байкал. Это было поистине впечатляющее приключение. Погружение мы совершали на мысе полуострова Хужир. И добирались туда на машинах. Я даже с собой специально брал ручное управление быстросъемное. В какие-то моменты, я признаюсь, мне было даже страшно и холодно. По окончанию этих двух замечательных дней мне удалось очень сильно заболеть бронхитом. Но все это с лихвой окупали полученные мной эмоции. Огромное спасибо хочу выразить Дмитрию Роговому и Евгению Сафонову за организацию погружений на Байкале. Ну и конечно снова моей супруги, которая была со мной и поддерживала меня все время. Друзья, на этом мое выступление подходит к концу. Что касается моего будущего в дайвинге. У меня еще не открыто много замечательных направлений, прекрасных специализаций. Но если говорить прямо про ближайшее будущее, то я поставил себе цель закончить курсы пещерного дайвинга и посетить известную пещеру Орда в Перманском крае. Ну и потом, наверное, Синоты в Мексике. Как пойдет. Закончить хочу известной фразой «Жак Ив Кусто». Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права отказаться. Друзья, всем спасибо. Занимайтесь дайвингом. Григорий Галеев. Глубина без границ. Инклюзивный спорт. Ну и, конечно, отдельный привет Ивану Ерохову. Вчера мы как раз знакомились с этим фильмом. Да, Ваня рассказывал. Мне кажется, все были под впечатлением. Так, прошу. Меняемся. Так, это можно будет там оставить. Итак, дорогие друзья, ну что ж, фото у нас уже есть, да? Дамы и господа, прямо сейчас мы хотим пригласить сюда еще одного героя. Вернее, даже чиновенную героиню. Итак, внимание. Самая юная участница нашего шоу. И, конечно же, дамы и господа. Мы продолжаем тему глубина без границ. Инклюзивный спорт. На сцену приглашается Амина Черниченко. Вы знаете, дорогие друзья, Аминочка, привет. Подходи сюда ко мне. Дамы и господа, дорогие друзья, разреши я немного расскажу о твоей истории. Амина сама написала трогательное нам, трогательное письмо о своей любви к дайвингу и фридайвингу. Амине всего 9 лет. И да, дорогие друзья, несмотря на то, что у Амины с рождения инвалидность по опорно-двигательному аппарату, это не мешает ей увлекаться водными видами спорта, чему мы очень рады и, конечно же, поздравляем ее. Вы знаете, Амина является участницей Анапского клуба подводного плавания «Акваглобус» и самостоятельно погружается. Девочка также занимается плаванием в бассейне, увлекается фридайвингом. Кстати, у Амины есть мечта. Это обучиться фридайвингу в школе у своего кумира в этой сфере, у Алексея Молчанова. И стать таким же рекордсменом. Вы знаете, у Амины в школе проводят презентации, рассказывают сверстникам об истории дайвинга, секретах подводного общения, о видах снаряжений и других подробностях. И в этом году Амина добавила к презентации целый курс лекций по фридайвингу, ведь это же ее мечта. На сцене «Московый дайв шоу», дорогие друзья, мы приветствуем нашу очаровательную Амину. Амин, мы хотели бы, чтобы ты поделилась с нами своими эмоциями. Что ты сейчас чувствуешь, как ты шла к этому дню? Расскажи нам несколько слов, пожалуйста. Держи. Сильно готовилась, боялась. Так, ну вот скажи, пожалуйста, несмотря на то, что заставляло тебя двигаться вперед? У меня отец... Поближе микрофончик там. Отец директор дайв-клуба, и я все время находилась рядом с дайверами, фридайверами, и просто потом такая, папа, я тоже хочу быть такой. А ты решила взять пример с папой, или это тебе просто самой захотелось? С папой. С папой. Ну это замечательно. Мне кажется, папе это было бы очень приятно. Ты рассказывал ему об этом? Папе. Папе о своей мечте. Папе рассказывал. И папа тебя поддерживает? Папа поддерживает сильно. Ну что ж, прекрасно. Амина, скажи, пожалуйста, что ты сегодня со сцены хотела бы пожелать и посоветовать другим ребятам, и вообще кому угодно, чтобы и у них получилось прийти к своей мечте? Что ты им посоветуешь? Всегда двигаться вперед, не смотреть ни на что. Друзья, Амин, мы на самом-то деле внимательно изучили твою просьбу, и хотим сказать, что если ты сейчас посмотришь на лево, ты увидишь одного молодого человека, который тебе очень знаком. Он сидит, улыбается. И, по-моему, он идет к тебе. Это Алексей Молчанов! Держи, это матка и шапочка школы. Давайте сделаем фото вместе! Давайте, фото вместе с Лешей. Леша, если можно, возьми микрофончик, может что-нибудь скажешь Амине. Да, фото на память. Так, статуэточку мы Амине подарили. Амина огромная, молодец. Алексей, если есть какие-то напутствия для Амина, нам будет очень приятно их услышать. Так, Амин, ты огромный молодец, и желаю, чтобы ты тренировалась. В первую очередь думала про удовольствие от погружения, не думала пока про рекорды, а про то, чтобы осваивать такое именно техничное продвижение с удовольствием. И рекорды придут позже. Это уже вообще нырять можно на рекорды после 16 лет. Поэтому до 16 лет не торопись, работай на технику, и готовься. Кстати, Леша, у Амины мечта тренироваться в твоей школе. Что ты на это скажешь? Будем ждать. У нас детская школа, фридайвинга есть, поэтому приходи. Будем тренировать тебя. Все, мне кажется, Амина счастлива. Амин, ну вот видишь, все происходит так, как ты запланировала. Все твои мечты сбываются. Спасибо огромное. Так, еще одно фото, да? Давай еще. Давайте сделаем. Покажи статуэтку вот такую. Что подержать, что убрать? Статуэтку. Давайте я пакет заберу. Спасибо, Аминочка. Мы тебя отправляем к твоей группе. Спасибо. И, дамы и господа, ну, не случайно на этой сцене оказался Алексей Молчанов, дорогие друзья. Потому что прямо сейчас, отказайте трех раз, в какой категории, в какой номинации побеждает Алексей. Фридайвинг. На одном дыхании Алексей Молчанов. Вы знаете, дорогие друзья, ну, давайте-давайте искупаем Алексея Вавадцева. Алексей, прошу сюда. Спасибо, спасибо. В серединочку. С позволения, так сказать, всеобщих аплодисментов. Хотелось бы вручить Алексею статуэтку. Алексей. Спасибо. Статуэтка 2000. По заслугам 2023 года. Итак, дорогие друзья, Алексей, буквально немного статистики о том, сколько рекордов было установлено в 2023 году по нырянию в глубину. Вот мы с Алексеем говорили, 12 или 10. У нас написано 12. Алексей говорит 10. Мы с ним спорим, да. Мы, конечно, все-таки 12, дорогие друзья. Самое глубокое погружение в моноласе на одном вдохе на сегодняшний день. Сто тридцать шесть метров, дамы и господа. Поэтому с радостью и гордостью мы приветствуем 34-х кратного рекордсмена мира на сцене Moscow Dive Show 2024. И нам есть кем гордиться, Алексей. Прошу. Спасибо. Спасибо. Расскажу пару слов про прошлый сезон. Это видео с рекорда мира 136 в моноласте. Полная запись с робота, не редактированное видение, просто от начала до конца. И в других дисциплинах, в которых я нырял, во фридайминге, кто не знает про все дисциплины, сейчас пару слов расскажу. Моноласта – это одна из самых глубоких дисциплин. До этого рекорда у меня было погружение с доп. весом 156 метров. 156 – это вот как в фильме «Голубая бездна», ныряние вниз со с лифтом, но вверх всплытие самостоятельное. То есть есть такие дисциплины, когда с утяжелением погружение вниз, а всплываешь сам. И там 156 получилось. Дальше в биластах классических 124, потрос на руках 133 и брасом. Самая сложная дисциплина такая была физически. По глубине 100 метров, но физически это была самая сложная дисциплина. И почему их получилось 10? Ну и даже если считать Белое море, такие рекорды в холодноводных водоемах или уже в зоне Арктики, то 12. То есть просто в течение сезона получалось, нужно было их перебивать, потому что сильная конкуренция, много уже сильных соперников, в том числе из России. То есть у нас по моноласте ближайший соперник мой, это Андрей Матвенко из Гленджика, он там тренируется на Черном море. Вот поэтому дисциплины 4, 5 дисциплинов считаю дисциплину с лифтом, но приходилось их несколько раз еще обновлять, потому что в течение года была такая жесткая конкуренция. Сейчас уже год за годом, кто наблюдает за фридайвингом, съемки все лучше и лучше. Раньше с робота не было такого близкого изображения, нельзя было посмотреть, что происходит. Сейчас на роботе уже подводном несколько камер. Есть камера широкоугольная, камера с телеобъективом, чтобы было прям видно лицо фридайвера. Это очень круто. То есть год за годом технические возможности позволяют лучше освещать спорт. Тут уже достаточно темно, но при этом видно, что неполная темнота. Частый вопрос, как темно, как холодно на этой глубине. И вот в этом море достаточно тепло. То есть это был первый раз, наверное, в 100.6 в Гондурасе. Там Карибское море. И температура практически не меняется. И видимость даже на этой глубине такая есть. Фонарик не нужно, чтобы был, но при этом без него достаточно хорошо все видно. Вверх плыть. Если вспомнить законы нашей плавучести, то про даже этапы погружения я пару слов расскажу. То есть вверх плыть намного сложнее, чем погружаться вниз. То есть вверх, когда мы всплываем, нужно преодолевать отрицательную плавучесть. И вот это вот преодоление этой плавучести начинается с самого низа. И где-то до 20-15 метров приходится активно работать. И тут такое в фридайминге интересное, особенно в глубинном фридайминге. Вообще в целом во фридайминге самая интересная для многих фридайверов составляющая. Это умение сохранить спокойствие, расслабляться. Даже когда очень хочется дышать. Даже когда тяжело и хочется ускориться, плыть быстрее вверх. И в глубине, в глубинных дисциплинах, это одно из основных таких навыков фридайвера. Уметь до самого конца, до самого поверхности всплывать спокойно. На этой глубине уже видно, что техника меняется, ноги устают. То есть это неотъемлемая часть погружения, когда уже происходит сильная усталость, сильное закрестение мышц. Но через метров 10-15 встретятся страхующие, и уже будет ощущение, что уже практически наверху. То есть вот эти метры. Есть достаточно длинные дистанции без людей вокруг. И есть последние метры, когда всплываешь, уже появляются страхующие. Уже есть такое ощущение облегчения, что встречают. Вот видно уже одного из первых страхующих, второй. Время погружения уже 4 минуты получилось. Общее время где-то 4.20, 4.30 даже. Сейчас страховка, видно, по одному из страхующих происходит со скутерами тоже, чтобы помочь, если что, отбуксировать. И последние метры. Давайте поддержим, друзья. Алексей, мне кажется, мы сейчас все вместе с тобой только что совершили это погружение. Но была одна особенность. Мы дышали, пока погружались. Вот можно не дышать. А вот как раз у тебя такого не было. Мы просим тебя на секундочку задержаться, если ты не против. Потому что у нас есть еще одна номинация. Она также называется «Фридайвинг». И у нас есть очень большая мечта сфотографировать на сцене сразу двух чемпионов. Ты позволишь нам это сделать? Конечно. Под эгидой нашей замечательной выставки «Водного человека». Итак, дорогие друзья. Прямо сейчас на эту сцену приглашается победитель номинации «На одном дыхании» «Фридайвинг». Инструктор по фридайвингу, чемпион мира и России в августе 2023 года на глубинном чемпионате мира по правилам СМАЗ Гондураси стал абсолютным рекордсменом по глубинному соревновательному фридайвингу, успешно нырнув на 134 метра в моноласте за 3 минуты 59 секунд. И это наш дорогой Андрей Матвиенко. Давайте, Андрей, поприветствуем! Андрей. Статуэтка. Держи. Я уже про тебя рассказал. Если можно, фото на память вас вдвоем, красавцев. Давайте поддержим аплодисментами. Алексей Молчанов, Андрей Матвиенко. И сразу две статуэтки у наших героев. Да, микрофон и все. Вы знаете, рекорду Андрею удалось продержаться на верхней строчке рейтинга всего лишь пять минут. Сразу после нырнул Леша Молчанов и рекорд стал 136 метров. Тем не менее, мы хотим пожелать Андрею Матвиенко то, что удалось ему, кому не дается никому в мире, дорогие друзья. Конечно же, ну, кроме Алексея Молчанова пока что, да. И мы верим, что это только начало интереснейшего, могучего соперничества и вообще настоящей дружбы. Давайте поддержим аплодисментами и Алексей Молчанов, и Андрей Матвиенко. Ну что ж, Андрей, если можно, ваши слова. Ты тут будешь стоять, да? Все, давай. Я выступаю. Всем привет еще раз. У нас, видимо, такой тренд, но он действительно актуальный, про то, что у нас возрождается производство. У нас есть компания, которая сделала свой регулятор, что, в принципе, является прорывом. И я хочу продолжить этот такой порыв от души и сердца той информацией, что я к этому чемпионату мира и к этим рекордам готовился исключительно в Геленджике. То есть я и мой компаньон Таня из команды Котиков еще давным-давно, точно так же, как все другие фридайверы, пытались искать какую-то теплую, удобную локацию, чтобы там вот как-то вот волшебно расслабиться, чтобы там как-то вот пошло, и ты как нырнул глубоко. Но потихонечку, полигонечку мы пришли к тому, что с пинка ковида, с дисквалификацией нас, как команды России на международной арене, мы начали осваивать наши родные черноморские глубины. И я вспоминаю свой там 2016 год, когда я нырял 60 метров в глубину на Черном море, мне это казалось каким-то прямо-таки ужасным подвигом. И я действительно тогда чуть думал, что это какое-то новаторство и суперкруто нырять в воду 8 градусов теплоты. Это действительно холодно, потому что во фридайвинге мы ныряем в таких тоненьких костюмах. Но при этом это все возможно, и буквально через 3 года после нырка на 60 метров я в Геленджике нырял уже 100 метров. На минуточку Жак Майоль когда-то нырял 100 метров, и это было прорывом. Но он нырял на лифте, ноу-лимит мы же ныряем за счет своей мускульной силы, за счет моноласты. И довольно успешно. То есть я нырнул на 100 метров, и родной мой город Геленджик, родное мое Черное море стало еще ближе. Не сказать, что сильно приятнее, но мы перенесли большую часть тренировок на родную землю, в родное море. И перед тем, как я установил рекорд 134 метра, я нырял в Черном море 120. И для меня эта глубина в 120 метров, если честно, гораздо более тревожная, более заслуженная и щепетильная, чем 134 метров в теплой прозрачной воде. И наша страна обладает не сильно большими резервами по акваториям, где можно было бы заниматься фридайвингом. Но, по крайней мере, вот 2-3 локации у нас есть. Это озеро Черикел в Кабардино-Балкарии. У нас там проходил чемпионат России, и мы там ныряли достаточно глубоко. То есть я нырял в 107 метров, но, к сожалению, это был не зафиксированный результат. Леша нырял в 112, при том, что вода круглый год в озере Черикел 8 градусов. Мы умудрились как-то нырнуть глубоко. И то же самое с Черным морем. Локация большая. Можно нырять в Сочи, можно нырять в Геленджике. Я думаю, в этом году у нас будет чемпионат России по Федерации подводного спорта будет проводить. И мы постараемся с Лешей, может быть, не только с Лешей, нырнуть очень глубоко. И доказать всем, что Черное море, что акватории Российской Федерации вполне способны быть тренировочным полигоном. Не просто каких-то фридайверов среднего уровня, а топового уровня. И мы в России можем готовиться к рекордам, к чемпионатам мира, не имея, в принципе, таких теплых акваторий, как во всем другом мире. Поэтому путешествуйте по России, занимайтесь фридайвингом, приезжайте на Черное море, в Кабардино-Балкарию, осваивайте озера. Ну, главное, делайте это безопасно. Это, кстати, элемент, кадр из нашего фильма, как мы ныряем на Черном море. В общем, мой посыл, мой посыл к тому, что не нужно искать легких путей. Нас, наше Черное море, наши акватории холодные делают такими сильными, что когда мы приезжаем на соревнования, соревноваться с французами, итальянцами, даже с теми же хорватами, нас боятся. Потому что у нас условия очень суровые, мы очень подготовлены и можем выступать на высочайшем уровне благодаря тому, что у нас тяжело. Тяжело в учении, легко, ну и в бою тяжело, ну и по-разному. Всем спасибо, что выслушали мою речь, спасибо тем, кто нас поддерживал, нашим студентам, ну и все такое прочее. Команда Котиков, я Андрей, Таня, Геленджик, приезжайте на Черное море тренироваться и выступать. А про спонсоров? Да я уже говорил про спонсоров, но в целом, спасибо, что напомнили, выступления за рубежом теперь стали просто, ну, недостижимо дорогие в буквальном смысле. И наша команда ищет спонсоров для того, чтобы поехать в следующий год на вертикаль блю, там бюджет просто такой немаленький, что даже если работать целый год, наверное, не получится. Если у вас есть желание поддержать прям совсем отечественных фридайверов, мы будем с радостью. Я бы, знаешь, как сказал Андрей, я бы сказал бы, хотите прославить свою компанию на весь мир? Да! Тогда поддержите Андрея Матвиенко и Таня Зимских, у нас команда. Вот и все, и его команду. Все, всем спасибо большое, рад был здесь присутствовать, рад был присутствовать на этом празднике жизни. Вода нас всех объединяет, всем спасибо, до свидания. Всегда рад. Взаимно. Предлагать коммерческие и креативные идеи, Андрей. Так, хорошо. Итак, дамы и господа, а у нас финальные герои, давайте поприветствуем. И в номинации «Глубина резкости. Подводная фотография» мы приглашаем на сцену команду фотографов Манерона. Манерона, давайте поприветствуем, друзья. Женя Кирпиченкова, Андрей Балта, Денис Дегтярев, Дмитрий Кох, Андрей Нарчук, Степан Решетников, Сергей Шанин. Господа, давайте сюда к нам. Женя, прошу микрофон. И, конечно же, разрешите представителю такой прекрасной группы «Голосатый купальник». Это Оскар. Совершенно верно, ребята, так и есть. Давайте вставайте, как раз ориентируйтесь по вот этой лестнице, что вы были по центру. Так, дайте нам кликер, пожалуйста, нам сейчас будет нужен кликер. Пока нам несут кликер, немного информации. В самой фотографической номинации шоу «Герои глубины» в этом сезоне на сцену «Москов Дайв Шоу» вышла целая команда. Ребята, равняйтесь сюда. Чего вы в бок ушли? Еще ко мне поближе. Ребята. Давайте, да. Так, по центру, чтобы было красивое фото. Итак, вот, проект, за которым команда получит награду, вот сегодня, да, а уже получила, длился 4 года. Ежегодные поездки на остров Монерон, погружения, съемки, исследования на каждом дайв-сайте акватории острова, знакомство с подводными обитателями Татарского пролива, работа над фотокнигами, сотрудничество с морскими биологами. Все это получилось. Сейчас ребята сами все расскажут. Да, буквально пару слов. Спасибо большое, Руслан. Мы действительно очень много времени в разные сезоны и очень много провели под водой. У нас получилось даже больше, чем мы планировали. Мы разметили дайв-сайты на острове. Мы определили и выявили очень много различных видов животных. Мы сделали несколько творческих проектов в рамках этих поездок. Мы неожиданно для себя стали не только фотографами, но еще и операторами. И сняли фильм, который вышел в финал крупнейшего конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Мы выступаем на классных площадках. «Золотая черепаха», «Даринский музей», «Первозданка». Вот здесь самая, наверное, наша долгожданная площадка. Но самое главное, что мы хотим сказать для себя, мы почувствовали себя теми самыми робинзонами. Потому что мы для себя, для дайверов, для подводных фотографов открыли остров. И это то ощущение, которое не описать. И таким красивым оформлением нашего этого открытия стал альбом «Настоящая фотокнига», которую нам помогли оформить настоящие морские биологи. Очень много слов про настоящее, я говорю, но очень волнуюсь. Действительно стоящий, стоящий проект. Вот Саша Акивис идет, мы подарили ему наш экземпляр. Саша, спасибо тебе огромное. Самым лучшим людям. Поэтому завтра в 2 часа мы расскажем подробности про наши приключения. А сейчас мы бы хотели сказать огромное спасибо парку остров Монерон и министру туризма Сахалинской области за поддержку, которую нам оказывали. Потому что без них, конечно, мы бы не смогли освоить так много мест. Огромное-огромное спасибо вам за эту возможность, за такой прекрасный остров. Фото на память, друзья! Аплодисменты всей команде! Так, друзья, а сейчас, как вы знаете, у нас есть... Ребят, есть еще несколько слов? Конечно, давайте, давайте, буквально, если можно, пару минут. Дело в том, что я с детства хотел найти свой собственный остров, открыть. Да, и эта история, она длилась даже не 4 года. Первый раз мы услышали про остров Монерон с Сергеем 10 лет назад. То есть, эта история в 10 лет. Тогда это была практически сказка, когда нам сказали, что где-то есть остров, о котором никто ничего не знает. И действительно, 10 лет назад о нем никто ничего не знал. А сейчас это один из главных стендов здесь на дайв-шоу. Практически все дайверы о нем знают. Поэтому нам действительно удалось открыть свой собственный остров и открыть его для всех. Спасибо большое. Хочу сказать, что Монерон, для нас это была для многих такая мечта, которая вот внезапно, она как-то вот осуществилась. И я хочу сказать, что если у кого-то есть какая-то мечта, желаю всем на нее смотреть, ориентироваться, идти к ней, искать какие-то пути. И я 100% уверен, что вы их найдете, как и мы нашли. И дай вам Бог людям, всем здесь вам сидящим, которые любят море, чтобы каждый нашел свой остров мечты. И пусть у каждого будет Монерон. Ура, товарищи! Ура! Руки, 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 руки! Спасибо, Александр. Спасибо, Александр Акивису. Так. Да, Монерон это прекрасное место. Действительно, я как бы нырявший в многих морях. Это прям эксклюзивная конструкция. То есть эксклюзивная прозрачность воды, макро, большие какие-то виды, сивучи, нерпы. Супер! Завтра всех ждем на большой фильм, который мы создали, ну, 10-минутный, но тем не менее это шедевральный проект, в 14.00. И большой рассказ о Монероне, как все это происходило. С видео и аудиопоказом временно столица переходит в Васюки. Приблизительно будет так завтра. Ребят, фотографируйте. Сейчас будет лучше. Почему? Почему не вышел еще один герой, друзья? Подождите. Конечно. Давайте поближе к нам. Мы же всех объявили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!